Пётр Кузьмич Столеренко писал войну такой, какая она есть. Слёзы, горе, страх, шок. Такой он её запомнил. Без парадных мундиров, щеголеватых аксельбант и сверкающих знаменами полководцев. Он прошёл войну в партизанском отряде. Голодал, терял близких, несколько раз был ранен. Война вошла в его жизнь и больше не отпускала. На его полотнах всё, что было пережито и увидено. Выставка называется «Шёл солдат». Его герои – простые люди. Мужчины и женщины – самоотверженные и решительные. Война застала его, когда он был совсем юношей. Он находился на Северном Кавказе. И тогда он становится связным в партизанском отряде. Уже после войны он часто возвращается на места былых сражений и находит там свидетельства прошлого и с огромной достоверностью воспроизводит их в своих полотнах. Солдат на прощание крепко обнимает жену. Солдат бросает гранату. Две части пронзительного триптиха Иванда Марья можно увидеть на выставке. Третью часть – Марья. Только на эскизах и фото под стеклом. Вот она, с автоматом прикрывает детей. Солдат и художник Пётр Столяренко писал просто и без прикрас. Этюды и фотографии – гордость музейщиков. Ведь они приоткрывают тайны творческой кухни. Спасибо большое. Внук Алексей Столяренко привез нам из мастерской и графические работы, и живописные, которые сохранил мастер. Так что севастопольцам, мы уверены, будет очень-очень интересно. Потому что вот сейчас уже даже по первым отзывам художников мы можем говорить о том, что вот тот редкий случай, когда показывается и подготовительный этап творческий мастер, а как он ищет, как он компонует, как он подбирает, уточняет образ. На выставке представлены разноплановые работы. Есть и графика, и солнечные пейзажи, и дышащие свежим воздухом марины. Будни рыбаков, лодки, портовые верфи. Но центральное место занимают эпические полотна на военную тематику. 1941 год. Ника, севастопольцы стояли насмерть. Сюжет в картинах не самое важное. Главное – глубокий психологизм. Отразить, показать зрителю ту силу, которая помогла победить врага. Любовь и преданность, готовность отдать жизнь за самое дорогое – родину, семью, дом. Выставку картин Петра Столяренко можно посмотреть в художественном музее до конца мая.